Всем привет! Вы смотрите канал Кибербол. Ну что же, FIFA 18 появилась в раннем доступе и у владельцев PlayStation 4, с чем я вас, дорогие коллеги, поздравляю. Сегодня мы решили провести небольшой эксперимент и запустить рубрику FIFA Vanga, в которой с помощью игры будем моделировать результаты самых интересных матчей дня. Вечером всех любителей футбола с постсоветского пространства ждут два интереснейших противостояния. Спартак и Шахтер пройдут испытания английскими топ-клубами. Приведем составы соперников в актуальный вид с учетом травм и дисквалификаций и предложим искусственному интеллекту определить сильнейшего. Итак, Манчестер-Сити Шахтер. У англичан не сыграет Винцан Компани, который еще не восстановился после травмы. У Шахтера матчи за повреждений пропустят Малышев и Кривцов, ну и Сырна из-за вопросов с допингом. Уже на 10-й минуте хозяева могли открывать счет, но в этом моменте не хватило точности. Гвардиола в ярости. И практически сразу же Дебрюй настрелял в ближний. На 17-й минуте бдительность пятого проверил Давид Силва. Первая атака Шахтера созрела только в середине тайма. Факундо Феррейра пробил не сильно и прямо в руки Эдерсону. 36-я минута и Агуэро разрядил свою пушку, но вновь не точно. На последних минутах тайма Шахтер замутил крутейшую комбинацию, но пробить поворотом ребята как-то забыли. В начале второй половины момент имел Дебрюйный, но вновь безрезультатно. Второй тайм в целом выдался нереально скучным и без моментов с обеих сторон. И только вышедший на замену у горняков Коваленко мог шокировать Сити на 78-й минуте. В конце концов, гости сумели выстоять и удержать нулевую ничью. Спартак-Ливерпуль. О кадровых проблемах москвичей можно рассказывать очень долго. А на Нидзе, Зобнин, Глушаков, Тигиев, Тимофеев, под вопросом Промес и Зелуиш, Промеса мы таки в надежде на лучшее рискнули выпустить в основе. У Ливерпуля дисквалифицирован Гомес, травмированы Богдан и Лолана. Но эти потери вряд ли создают особую головную боль Юргену Клопу. Матч начинается максимально уныло. Осторожная игра в исполнении обеих команд и, как следствие, первый опасный момент аж на 40-й минуте. Луис Адриано мог открывать счет. А вот на 45-й минуте Мерси Сайдсе сообразили гол в раздевалку. Фермино пробил в штангу, а первым на добивание успел Салах. Во втором тайме игра пошла по аналогичному сценарию. У обоих ворот все сухо и комфортно. Выход Самедова оживил игру Спартака в атаке. За две минуты Александр сообразил два убойных момента. Но переиграть Кариуса в обоих случаях он не сумел. Концовка матча прошла без острых эпизодов. Ливерпуль довел дело до минимальной победы 0-1. Ну что же, уже сегодня вечером узнаем, насколько искусственный интеллект FIFA 18 сопоставим с реалиями настоящих лигочемпионских баталий. Ставь лайк, если тебе понравился такой формат и ты будешь ждать следующих выпусков. Завтра в FIFA Ванге подведем итоги сегодняшних прогнозов и смоделируем еще одно англо-российское противостояние – ЦСКА-МЮ.